Вырубка лишних деревьев поможет по мнению специалистов сохранению сокровищ флоры и фауны национального парка. Есть страны, где отшельник, обыкновенный на грани исчезновения. В Латвии это насекомое вписано в Красную книгу. Известно примерно 50 мест, где его можно встретить. Он живет в дубах, которым как минимум 100 лет. А это дерево растет в светлых и солнечных местах. Впервые в Латвии проредили лес в столь больших масштабах. Защищая этого жучка, мы защищаем еще как минимум 300 видов, которые тоже живут на дубе. Это и насекомые, и маленькие птички, и маленькие млекопитающие. Чтобы сохранить болото, засыпали овраги. Вырубили часть елей. В сухих стволах, лежащих на земле, заведутся насекомые, а значит будет больше птиц. Сохранится природная экосистема. 60% от стоимости проекта — это 500 тысяч евро — оплатили европейские фонды. Остальное — латвийский фонд защиты природы. Не все молодые люди мечтают уехать учиться или работать за границу. Многие связывают будущее с родным регионом. Есть такие патриоты и в Латгале. Ева Вокула показывает коллекцию птиц, которые собрала вместе со своей мамой. Птица — ее хобби. Что неудивительно, ведь Ева — ветеринар. Скоро в области Гай Головас откроет свою клинику для животных — первую в Резыгненском крае. «После окончания вуза я уже знала, что открою свою частную практику именно здесь, на селе». Соседка Евы, Диана, разводит коз и изготавливает из молока сыр. Строить карьеру на родине решила после того, как поработала в Англии. «Сейчас сна молока очень низкая. Хочется развиваться. Домашнее производство — это возможность для развития». Обе девушки получили финансовую поддержку от края на развитие бизнеса, выиграв конкурс проектов. Дионеда помогла оборудовать рабочее место, а Еве — купить необходимое оборудование. Остальное зависит от самого человека, говорят молодые предпринимательницы. Чтобы древние ремесла не были утеряны, по всей Европе проходят Дни ремесленников. Состоялись они и в Видземе. Лет 15 назад Янис Роза из Амата хотел заказать мастеру коклы для своей дочки. Но тот оказался так занят, что предложил Янису инструмент сделать самостоятельно под его руководством. С тех пор Янис мастерит музыкальные инструменты. «Инструмент, сделанный своими руками, это нечто особенное. А научиться это делать может почти каждый». В Драборском поместье ткут народные костюмы. А турецкий кузнец Андрис Щеглов готовит к ним сакты. Это ремесло он освоил в день своей свадьбы. «Первая моя работа — я изготовил сакту для свадебной машины. С тех пор мы уже серебряную свадьбу сыграли». Кузнец рад принять под мастерье. Вот только ремесло это дается не всем. Надо иметь много идей, уметь рисовать, рассчитывать объем материалов.